В Москве в концертном зале «Зарядье» состоялась мировая премьера музыкально-драматического театрализованного действия «Последний день вечного города». Данное произведение для чтеца, солистов, хора и инструментального ансамбля было написано композитором Ильёй Дымуцким специально для Мининхора. «Написала администрация Мининхора, что хотели бы создать нечто новое для своего коллектива, а так как у меня прошлое хоровое, я закончил хоровое училище и сам дирижер хора по первому образованию, я с удовольствием откликнулся и придумал вот такую историю вместе с моими соавторами». Илья Дымуцкий известен как автор музыки к балетам Нуреев, герой нашего времени Габриэль Шанель. «Отсылки к нашему великому хоровому прошлому и народу, например, в операх Мусоргского и других русских операх. Именно вот эта энергия и город как олицетворение этой энергии, потому что город без населения, без народа, без людей, он невозможен. И вот эта вот общность и была одной из задач ее воплотить». В основу постановки легли письма и стихи поэтов и философов античности. «Мне изначально хотелось создать не просто произведение для хора, да, а некий синтетический жанр, то есть смешанный, чтобы была и драма, и музыка, и пение, и слова, и движение, и пластика, и в какой-то момент, я думал, даже включить пару балетных каких-то номеров, потом мы от этого отказались, но мне хотелось в том числе и такое абсолютно... Ну, мне хотелось завлечь зрителя не только музыкой хоровой, но и привлечь к хоровой музыке посредством других видов искусств». Текущий сезон – юбилейный для Московского государственного академического камерного хора, также известного как «Минин хор». 23 апреля 2022 года исполнится 50 лет со дня первого выступления коллектива. Хор был основан в 1972 году дирижером, народным артистом СССР, маэстро Владимиром Николаевичем Мининым. Минин долгие годы лелеял вот эту свою мечту и строил свой хор. И уже в середине 70-х годов этот хор вышел на тот высочайший уровень, на котором он пребывает и поныне. С 2019 года художественным руководителем хора является его преемник – молодой дирижер Тимофей Гольберг, выпускник Нижегородской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки. «Это просто очень интересное зрелище, как мне кажется. Используются некие декорации, с которыми будет во время спектакля иметь действие сам хор. Он их будет и устанавливать, в общем, вокруг них все будет завязано. Это и замечательные костюмы, это и драматические артисты. То есть все вкупе, и мультимедиа, и все, вот оно создает этот спектакль и делает его объемным и, как мне кажется, доступным». В произведении «Последний день вечного города» хор исполняет роль города. Это история о его жителях и их повседневности. Вместе с хором зрители погружаются в атмосферу города и исследуют вечные темы, которые волновали людей и две тысячи лет назад, и сейчас. Это необычная история, потому что это не совсем спектакль, это и не опера в чистом виде. Но, с другой стороны, есть сюжет, это помогает, и мы его везем. Но важно было именно сделать так, чтобы в постановке хор стал главным действующим лицом. Нужно ли быть в вечности, нужна ли эта вечность, или важнее быть сейчас и в этот момент, смотреть на мир, жить, проживать каждый день. Это как раз вот этот «Последний день вечного города» – это как раз про то, что важнее, про выбор каждого. Нининхор планирует выступление с постановкой «Последний день вечного города» по всей России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова